МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Велосипедиста, где лучше ездить, где лучше условия созданы? Ситуация примерно равна, насколько мне известно. В Новосибирске также город сложный, разделенный рекой на две половины. И самая большая проблема – это непонимание чиновников, что велосипед – это именно транспортное средство. И нежелание развивать именно велотранспорт. То есть создавать удобную инфраструктуру, которая обеспечит безопасность движения, скорость передвижения. Какой-то город из близлежащих сибирских городов можно выделить по развитию инфраструктуры, где действительно комфортно велосипедист себя чувствует? В Сибири, скорее всего, нет. Такие передовые города в плане развития велодвижения – это Екатеринбург, Пермь. И вот в прошлом году появился неожиданно город Альметьевск, город в Татарстане. Он уже заявил звание «Велостолица России». То есть там большой проект по созданию велодорожек. За год они построили уже 50 километров. Привлекли проектную группу, издание, которое уже свой вековой опыт по созданию инфраструктуры вложило в этот проект. И очень бурно это все развивается. То есть темпы развития наивысшие во всем мире в этом городе. Дмитрий, смотрите, в прошлом году, насколько я знаю, велоклуб собирал информацию о самых проблемных для велосипедистов участках в городе Омске. Удалось ли эту работу провести? И удалось ли эту информацию предоставить, передать чиновникам, чтобы они какие-то меры приняли? Ну, эту работу мы ведем постоянно. То есть какие-то проблемные места собираем. То есть эту информацию на форуме. Контакты с чиновниками налажены. Это департамент по делам молодежи, физкультуры и спорта. Люди инициативные. Они как раз именно занимаются продвижением проектов велосипедного движения. Из последних проектов – это реконструкция пандуса под Ленинградским мостом. Ну, смотрите, как вы оцениваете, в принципе, мы уже частично на этот вопрос уходим, а как вы оцениваете работу городских служб? То есть сейчас, после весны, состояние дорог, ливневок, грязно в городе, это понятно. Ну, то есть пока некомфортно велосипедистам на дорогах. Ну, здесь мы, наверное, не будем расходиться с автомобилистами, с пешеходами как-то, потому что мы пользуемся одними и теми же дорогами. Ну, состояние дорог, наверное, всем известно. Но надо отметить, что в этом году хотя бы немного раньше стали дорожные службы приводить в порядок проезжей части. Ну, проблем много. Но как бороться с низкой культурой участников дорожного движения? Это вот к тому вопросу о противостоянии автомобилистов, пешеходов и велосипедистов, что ты не транспортное средство, я транспортное средство и так далее. Ну, это такой вопрос серьезный. Тут нельзя говорить, что велосипедисты правы. То есть надо учитывать интересы всех участников дорожного движения. Если правилам дорожного движения в фотошколах учат, то передвигаться на велосипеде как бы не учит никто. Если пешеходы, как бы им предоставлены отдельные тротуары, они находятся в относительной безопасности, то велосипедисты в основном передвигаются по проезжей части. И многие велосипедисты просто не знают элементарных правил дорожного движения. Вот у нас сейчас будет работать проект «Велошкола», в котором мы будем рассказывать, как передвигаться по городу, как правильно управлять велосипедом. То есть такие проекты есть. Вот мы уже сказали о иногороднем опыте по развитию инфраструктуры для велосипедистов. Что нам можно было бы перенять, в частности, сибирским городам, у таких передовиков, основные направления какие-то? Ну, перенять есть что. То есть у тех городов, которые я уже называл Перми, Альметьевск, в первую очередь должна быть политическая воля у руководства нашего города, чтобы сдвинуть такой большой проект, как развитие велодвижения. Это должен быть именно комплексный подход. То есть разрабатываться должна сеть велодорожек, именно соединенная. Не отдельные куски, как вот на 21-й Амурск, где там из всей реконструированной улицы сделали 300 метров велодорожки, которые ниоткуда им никуда ведет. Именно политическая воля, ну и привлечение коммерческих организаций к реализации этих проектов. Что ж, Дмитрий, я благодарю вас за то, что нашли время для этого разговора. Но телезрителям напомню, что в гостях сегодня у нас был председатель велоклуба «Цепная реакция» Дмитрий Кокурин. Дмитрий Кокурин.